Наталья, привет, сестра! Это моя духовная сестра из Санкт-Петербурга. Валерий Васильевич, здравствуйте. Отправляю вам фото груши. Завтра позвоню. Хочу обсудить вопрос скелетной прививки. Можно? Я ответил мне, конечно, это не можно, а нужно. Давайте смотреть на эту грушу. Значит, итак, груша с невкусными плодами требует... А сама по себе, мы же видим, совершенно здоровое дерево. И что интересно, я не знаю, зачем она обрезалась. Вот одна, в самом низу, вторая, третья скелетная. Я не знаю, зачем она их обрезала. Но обрезала по железу. То есть никаких страшных ран у нас тут нет. Запоминайте, друзья, еще раз. Лишний раз говорю. Когда-то войдет в учебники. Как неоспоримый фактор, что сейчас считается страшным заблуждением. Потому что считается, что железо, говорите, ересь, что он сошел с ума. Что эта ветка сгниет, и там будет страшная рана. Вот если этой ветки не будет, и вот тут вот, видите, вот оно кольцо. Если вот тут отрезать, вот тогда действительно хана. А с этими вот, у меня десятки лет живут. Вот с такими вот. У меня в Сибири. Чтоб не говорили про Украину. Вам такой климат не снился. Вот. Так, смотрим дальше. Итак, где резать? Сразу, помните мою учебу. Отвергаю. Ой, не обрезать, а плевать. Отвергаю горизонтальную. Вот. Ее надо будет где-то сантиметров 10, 20, 30 отрезать вот тут. И вот это тоже фактически горизонтально. Это еще вниз смотрит. Но не потому, что она смотрит вниз, надо отрезать. Нет. Потому, что это скелетообразователь. На них привить нельзя. Обреза вот тут. Слева вот тут. Видно же, где это. Или еще крупнее сделано все-таки. Обреза вот тут. И справа вот тут. Мы добьемся того, что здесь вылезут гостикальные волчки. А они будут... Это молодое дерево. Волчки будут прекрасные. Это когда они появляются на ветках, которым уже 5-10 лет. А там волчки уже плохие. Они тоже годятся. Но уже не для этого они там нужны. А здесь вылезут волчки вертикальные. И вы годом спустя еще привьете. Но давайте, Наташа, мы не будем ждать целый год. Давайте вот эту привьем. Вот. Как можно ниже. Но, естественно, вот здесь нельзя. Тут сильно уж это... А вот где-то вот, когда вот эта ветка мешать не будет. Вот. Если уж совсем мешает, тогда можете вот тут отрезать. Вот тут вот. Но здесь, на почти вертикальной ветке, вы делаете вот так вот этот самый пень. Ну, вы все видели, как троцентка Павел прививает. И вставляете 2 членка. Они займут все. Весь расщеп займут 2 членка. И это будет первая прививка. Вот этот дом. Пусть она не совсем вертикальная. Вот эту можно привить. Потом, когда порезать, ее можно будет подвязывать к центральному. Дальше. Сейчас я уменьшаю, а то не все видно. Вот так, да? Вот. И, наконец, вот эту тоже я бы привел. Центральную ветку. Все-таки дерево нельзя так уж совсем все убирать. Вот эту центральную ветку я бы оставил пока. Ее можно убрать, будет, год спустя. Уже к тому времени волшки отсюда порезут, отсюда порезут. С горизонтальных веток. Вот. Здесь уже, возможно, будет вполне приличная ветка заменится на культурную. Вот если здесь вот привить. А эту на культурную здесь привить. И эту. Вот эти три. Итак, эти две обрезаем, чтобы потом появились волшки. Вот эту прививаем. Вот здесь. Эту здесь. Эту здесь. Вот. Докладка кончена. Докладка кончена.